Слава Богу, Сергей. Добрый вечер. Приведенечек, я вот, если можно, по какому вопросу хочу с Вами поговорить, поделиться, поспрашивать. И, конечно, услышите Ваши ответы. Для меня это очень важно. Почему? Сегодня я видел последний ролик, который Вами выставлен, с Игнатьевым Аклатином. Это старший человек, старший мой брат, получается, по возрасту. Но из того, что он говорит, из того, что он делает, у меня возникает контакт внутренние опасения лично для меня. Вот мое стремление к тому, чтобы мы с Вами могли рассмотреть, чтобы развивалось мое сомнение, что-то Вы мне подскажете. Ну, это абстрактный вопрос, конечно, нужно конкретно о чем-то. Ну, вот, смотрите, в последнем ролике, где Вы написали, что Игнатьев Аклатин проповедует митрополиту такому-то Слово Божье, установление определенный порядок вещей, как за столовом сидеть, как кушать, как молиться, как креститься. И там возникло два вопроса, который он озвучил, произнес и сказал, ну, почему нигде в священном служении не упоминается слово имя Савалов или Егова? Почему в богослужении православной церкви нигде не упоминается имя Еговы? А в Библии восемь раз. А под словом переведенное Господь 7500 раз. Ну, хотя один раз-то введите. Вообще народ не знает имя. Одна пишет, это имя нечистого. Ужас какой. Имя Егова это не еговисты, это наш Бог. Ну, правильно-то Яхве, Ягва. Яхве. Вот я со своей стороны внимательно просматриваю материалы, которые попадаются, те, которые вы выставляете. Но вы знаете, вот честно говоря, меня этот материал взволновал. Почему? На сегодня за Игнатием Ласкиным, с его участием, за ним как бы находится много людей. Молодые люди. Зрелого возраста люди. Люди непреклонного возраста. Ну вот. Они как бы за ним следуют. Он как путеводитель. Даже, можно сказать, как действительно старший брат, наставник, который их за собой ведет. Вот, понимаете, он там привел пример, что пожилая женщина сказала, что Егова это сатана, нечистый. Вы знаете, я согласен с этой женщиной, что народ Израиля, имея у себя в своем сознании индивидуально у каждого человека, имея, допустим, книгу Тору, имея Библию Ветхого Завета, предание, и все прочее, связанное с духовной жизнью. Они, как бы, думая, что служат единому Богу, они служат лукавому. О чем, собственно говоря, сам Иисус Христос, Сын Буховный, сказал, что ваш Бог дьявол. Понимаете? Поэтому просить, чтобы в нашу церковь вводилось исповедание Бога Саваофом, помимо того, что Он есть Бог Отец, помимо того, что Он есть Бог Всевышний, Бог Дух, Бог Любовь, я думаю, не совсем разумно. Николай, простите, простите, ради Бога, я перебью. Вы признаете все Писание Бога вдохновенным? Ну, это так, что все Святое Писание для меня является действительно Святое Писание. Вы меня слышите, да? Ну да, ну вот по поводу имени Бога Его Вы не будете, я думаю, отрицать, что Сам Господь явился и назвал Себя конкретно в переводе Яхве, то есть сущим назвал Себя? Или Вы думаете, что в пустье как раз-то явился Сатана, назвав Себя этим именем? Именно руководит. Ну, а откуда, чем это можно подтвердить? Ну, во-первых, в Новом Завете, чем мы можем проверять? Не моим личным мнением, не моим толкованием, разумением, а именно Святое Писание. Бог есть любовь. Если мы вспомним события, которые предшествовали и сопутствовали явлению Бога Яхве, на горе Синаи, когда Моисея давала в течение 40 дней текста Святого Писания и так далее, то подойдет к горе Си, и тот будет побит камнями, кто переступит черту, тот огнем будет попален. Когда он зашел, и он охватил страх и ужас, а Бог-любовь у него этого нет. Понимаете? То есть я предъявлюсь того мнения, что если Бог-любовь, то это высшая совершенная любовь. В ней все положительные блага, качества, проявления. И те события, которые происходили с народом Израиля, что там Бог благословил, Бог закрял и уничтожил семь народов, это не Бог действовал, это именно лукавое действовал. А как вам такое мое объяснение? Почему? Потому что одновременно быть Богом-любовью и Богом, который уничтожает народы, простите, людей, которых сам Бог сотворил, это, я думаю, неразумно. Правильно? Говорит, что Бог таков и Бог таков. Ну, я вам свое мнение скажу. Понимаете, сколько людей, столько и мнений. И вообще, Христос сказал, приду, найду ли вообще веру, потому что вера разделится на множество частей. Вот, в моем понимании, какой Бог есть любовь, и в любви-то Он и творит все свои дела. То есть, уничтожение одних народов не значит проявление жестокости Господа. То есть, искоренение народу, от которого бы произошли более злейшие народы, это просто, ну, видимая необходимость. Вы знаете, говоря о том, что Бог народа Израиля – это лукавый, здесь возникает необходимость выяснить, почему они боролись за эту землю, и что это за земля обетованная, в которую Моисей ввел народ в течение 40 лет, и я попустил. Вот смотрите, из первых текстов бытия мы узнаем, что когда Адам и Ева парили во грех, Бог Отец сказал, что проклята земля за вас, или проклята земля за эти ребят. То есть, это земля проклятия. А если она земля проклятия, как сам Адам по грехопадению стал подчиняться лукавому страстям, испытывать страх, как в тексте сказано, «Я услышал голос твоего боялся, ибо я нахр». То есть, страх его охватил, все страсти, соответствующие именно отцу всех страстей и всего зла лукавого. И вот когда Бог сказал, проклята земля за тебя, эта земля отошла к лукавому. Если брать еще раньше период событий, хананинские народы, это народы, произошедшие от Ханаана, четвертого сына Ханаана, который был проклят в рабство Симу, отцу всех евреев. И поэтому ему проклят ханана, ни в чем не повинного. Ну вот мы углубились просто. Давайте вот поближе возьмем сюда. Вот, к примеру, вопрос такой встречный. Вы считаете, когда Христос сказал, «Отец ваш дьявол», вы подразумеваете весь иудейский народ? Несомненно. «Ваш отец Сатана, помните, да?» «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». «Я пришел лишь к погибшим овцам дома Израиля». «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Все. «Ваш отец дьявол». А какой тогда роль послужили апостолы, неся Слово Божие в мир? Так, милый человек, они же не приняли Христа. И мы должны это очень четко понимать. Он же обратившись сказал, один из вас предаст Меня. Он же не сказал, что кто-то из вас. Он сказал, один из вас. А потом написано следующее, и все оставили Его. То есть все Его предали. Нужно очень четко отслеживать события. Какое событие, такова и награда. Они предали Христа, потом они все окончили жизнь мученической смертью. То есть мучение за что? За предательство. Понимаете? А Слово Божие, ведь Христос-то самый из иудеев. Тогда как получается? Получается просто. Сергей, получается очень хорошо. Простите, как у вас по отчеству? У меня есть Сергей Георгиевич. Сергей Георгиевич, вот смотрите, что получается. Когда Господь говорит, Иисус Христос, Сын Божий, говорит, что ваш Бог делал, соответственно, Он пришел внаскать и спасти погибшее. Что погибшее? Погибший народ Израиля. Он же не пришел спрашивать взыскать праведника, правда? А именно пришел взыскать погибшего. И вот милость Отца Небесного, который есть любовь, что не состоит, что Он отдал Сына Своего и имена, воплотившегося по плоти из колена Давидова, из царского рода, именно для того, чтобы спасти народ Израиля. Причем вспоминайте, что было сказано, а народ самарянский и к народам языческим не ходите, потому что они были посланы для проповеди только народа Израиля. Другое дело, что потом по воскресенью Иисус Христос сказал, идите проповедуйте всем народам. Что проповедовать? Что воскресенье произошло? Николай Николаевич, ну вот я что хочу сказать. На все это есть учения, православные учения, на все эти вопросы очень хорошо отвечают православные догматы. Я думаю, тут от Вас исходит просто новое какое-то понимание самого крестьянства. Вы же это осознаете, что это противоречит догматам всего православия. Вы знаете, мы с Вами, в частности я, обратился к Вам с вопросом, чтобы поговорить о той проповеди, которую исполняет старший брат Игнатий Лапиков. Вы знаете, говоря о том, что я проповедую как бы что-то новое, нет ничего подобного. Я не проповедую ничего нового. Я просто установился на тех понятиях, что Бог есть любовь, которое и вчера, и дни есть та же самая, что Бог не меняется. Он, если какие-то дары дает, он их не отнимает. Если какие-то награды дает человеку, они остаются при человеке. Другое дело, что через берез принимает их или не принимает. Говоря о том, что я противоречу как бы догматам православной церкви, давайте зададимся вопросом. Какие противоречия? Как я могу противоречить тому, что Бог есть любовь? Тут просто сказать, Господь сказал, проклинающий Вас проклят будет. Так, минуточку. Минуточку, если можно. Это сказал Илья Лукавый. Почему? Потому что Бог, когда Каин убил Авеля, он даже не проклял его. Да? Он не проклял Каина. А здесь за то, что проклинает народ Израиля, будет проклят. Понимаете, да? Несуравность такая. Там за убийство человека, которого к жизни призвал Бог Отец, значит, не проклинается убийца. И он, причем, очень долго жил, пока не был, значит, ли он собственными родными, скажем так, внуками и правнуками. И то по ошибке. А здесь, понимаете ли, сказалось слово худойный народ Израиля, будет проклят. С кем проклят? С самим Бога Отцом, который любовь? Это неправда. Понимаете, я иду по какому пути? Если любовь, значит, она любовь во всех отношениях, во всех направлениях. Вот в этих словах, кто проклянет народ Израиля, будет проклят, это восхваление человека. То есть, это лоз. В этом вы со мной согласны? Нет, конечно. Конечно, нет. Я придерживаюсь православных догматов и устоявшихся мнений. То есть, вы же понимаете, это совершенно новое, я думаю, еще последователей такого учения нет во всем мире, чтобы так понимали, чтобы так толковали Святое Писание. Вы знаете, дело в том, что на сегодня существующие толкования, они выборочные. Они толкуют именно те места, которые выгодны и которые хвалят народ Израиля. А полного толкования Святое Писание практически нет. Вот возьмите пример, допустим, событий, связанных, в частности, вот я рядышком как бы с Дивеевом проживаю, вот, а Дивеев, четороплено преподобного Серафима Саровского, здесь Мамушка Богородица являлась Ему 12 раз, здесь ее последний четвертый удел, в котором она будет явлена, видимым образом, будет жить здесь и так далее. Вот я подхожу к изучению Святое Писание именно с позиции любви. То есть я беру показания любви, добротерепения, не злобия, не искания своего, а искания, скажем так, необходимости спасения рядом живущего человека и так далее. Да, самопожертвование, всему верить и так далее. Ну, почему же новое? Бог есть любовь. Это сказал Иоанн Богослов. Это не я сказал. Другое дело, что Вы принимаете это толкование, это слово Святое Писание, или не принимаете? Я не говорю, что Вы говорите слово новое, я говорю о новом понимании слова. Если Вам это интересно, давайте мы тем более и более благословимся, помолившись, и просто приступим к этому дому, чтобы учтение Святое Писание. Вы знаете, я, в принципе, занимаюсь этим уже немало лет, и я, как говорится, и занимаюсь, читаю. Ну, я не читаю, потому что я много работаю, я сейчас слушаю, вот, есть библии онлайн, и можно прослушивать. Вот, и я практически каждый день прослушиваю, вот, и Ветки Завет, и Новый Завет. Вот, и задаюсь вопросами, и, между прочим, нахожу ответы, вот, также в Свято-Отеческом Притании, и они меня, в принципе, устраивают. Конечно. То есть, моя просьба, если Вы будете разговаривать с Игнатием Лапкиным, попросите его, чтобы он был аккуратнее просто, в вопросах, связанных, чтобы он не был категоричным, чтобы он давал возможность людям жить, как они считают правильно. А вот по этому поводу, на эту тему, знаете, я Вам что скажу, очень бы хорошо нам, чтобы эти вопросы Вы сами ему задали. Я, со своей стороны, про нас, когда всех имеют свое мнение, и, в общем-то, предложение моего разговора с Вами, это желание диалога. Диалога для того, чтобы мы с Вами нашли Божью правду, в том, что есть у Вас в Святом Писании. Как Вам такое предложение, с моей стороны? Ну, хорошая мысль. Вот, смотрите, в интервью в Митрополитском Барнаульскому Вы задали вопрос, почему не почитается имя Еговы? Да? Да. Почему в богослужении этого имени нет? И Вы привели пример, что одна женщина сказала, так это имя Сатаны. Вы знаете, я, читая Святое Писание и выписывая те значения, которые, собственно, в самой Библии указаны, они свидетельствуют именно о том, что Егово – это лукавый. Как Вы к этому отнесетесь? Как к безумию. А Вы хотите услышать Бога? Я его слышу все время. Я 52 года живу с Богом, сознательно придя и покаявшись перед Ним. И Бог дал мне веру в Священное Писание, что все Писание Богодухновенное, и писали Вы святые и божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, не лукавым Духом. Я с Вами полностью согласен, что Святое Писание Богодухновенно. Именно в Святом Писании есть прямое указание на то, что Сим, Отец всех евреев, подчинился лукавому. А Отец всех евреев, значит, собственно говоря, и Авраам, и Иаков, в свое время, как служал единому Богу, на самом деле, служили и сейчас продолжают служить лукавому. Что нужно, что-то говорить, опровергать или доказывать? Что это от лукавого, такие слова. Апостол Павел говорит, я фарисея от фарисеев. И апостол Павел, бывший Саввел, обратился к Богу, и он говорит, остаток Израиля спасется. Аврааму прямо сказано было, благословляющий тебя будет благословлен, проклинающий будет проклят. Вот вчера этот же пример Сергий привел и сказал мне. Я на это привел контрговор. Когда Авраам убил Каина, Бог, истинно Бог, он не проклял Каина, а сказал, что проклятая земля для тебя, проклят ты от проклятой земли, вот это дословно. Боль ты, земля, не будет питать твою смерть плодами жизни. Понимаете, то есть здесь момент какой? За то, что Каин убил Авеля, истинно Бог небесный не проклял человека, а вот именно лукавый за то, что просто покулят народа Израиля, проклинает того человека. Это именно из разряда лукавого, действия лукавого, а Бог есть любовь. Истинно Бог — это любовь, которая долготерпит, милосердствует, не превозносится, не ищет своего, всего верит, со всем соглашается. Все прекратится, знание празднеется, а любовь будет всегда. То есть вот это, такенько мой такой довод. Относительно служения народа Израиля. Первым евреем мы знаем это сильно, согласно Бытия, книге Бытия. Вот там сказано, что мне благословен Сима сказал, благословен Бог Сима. Как и что произошло. В показаниях, касающихся родословия Сима, у Сима были дети. Там есть два родословия. Первым родословием упоминается Елам, Асур и третий сын Архакса. Второе родословие включает в себя только Архакса до третьего сына. И потом следующие. Кайтинам, Сава, Евер, Пареки, Акта. Вот когда я сделал перевод имен еврейских, то есть с еврейского языка на русский, что значит эти имена? Эти имена составили предложение, означающее и показывающее, что мы от Израиля строим Вагаломскую башню во главе с Симом отцом всех евреев. Имена переводятся следующим образом. Сим, странник, отец всех евреев, Архакса, живущий рядом с Халгеми, Каинан приобрел, получил, Сава, имя, Евер, еврей, Фалет и Альтан, в России имени земля разделена. Вот смотрите, значит имена поставили предложение. Всем странник отецких евреев приобрел имя еврей в России и земля разделена. Когда мне сказали, что я неправильно перевел, я сказал, но слова в России и земля разделена относятся к еврейскому народу, они говорят да. Значит, говорю, если это относится к еврейскому народу, значит они строили Вагаломскую башню. Значит они уплатили божественный язык. Вы с этим согласны? Видите, просто слово согласен прочитать. Это надо еще и впереди что было. Отчасти нам не запрещено исследовать, но вот так, чтобы из имена потом отдельно составлять что-то, святые отцы этим никогда не занимались. И переходить пределы положенного имя нам не дано. И сказать, вот вы поняли так, теперь изобразите это на бумаге, и у вас будут какие-то последователи. Но начало пошло от вас в 21 веке. Хорошо, я привожу доводы предыдущие, перед тем, как они ушли и строили Вагаломскую башню. Предыдущий был следующий. Значит, мой сказал старшему Симу годословен бог Сима. Ханаан живут рабом ему, а Ханаан это четвертый сын Хамов. То есть заходил и ругался на отца своего Хам, а Нон проклял ни в чем не повинного Ханаана четвертого сына Хамова. И потом говорят следующие слова. Иофет, некогда размножившись, войдет в Шаппе Симу, Ханаан будет рабом ему. То есть получается, что благословение первонародства в конечном итоге легло на детей Иофета и на самого Иофета. Возникает вопрос, какой же бог Симов, если сказано благословен бог Симов, да? Вот из предложения касающего родословия Сима там есть такое упоминание. Симов было сто лет, через два года после потопа, когда родился Ахваксат. То есть Ахваксат, если вы помните, я упомянул, что это третий сын Симов. Значит, через два года родился Ахваксат после потопа. Но он третий сын. Мы знаем, что период беременности 9 месяцев. Значит, если мы сложим 9 месяцев в 3 раза, будет 27 месяцев. То есть первый сын Елам у Сима был зачат на корчеге за 3 месяца до конца потопа. Елам с еврейского языка переводится притвор, а мы знаем, что в притворе стоят грешные, грязные, неочившиеся, нерожденные вишнежи люди. Это в православном храме. Собственно, в притворе еврейского храма Соломона точно так же стояли неугодные, нечистые люди. Они не имели права войти во храм. Что же получается? Мы имеем согрешение Сима и согрешение его сына. Мода и его сына Сима. Почему? Когда мы узнаем, что Сима была стоять через два года после потопа, когда родился Афаксат, мы считаем, два года после потопа Симу сто, отнимаем два года, получается 98. Если не ошибаюсь, в течение года был потоп. Там четко указан начался апреля и закончился в апреле. То есть Симу, старшему сыну хама было 97 лет перед началом потопа. Когда мы смотрим или считаем мнение других богословов, ученых, касающихся текста сколько лет строился Новый Ковчег, мои расчеты показали, что не менее из столет строился Ковчег. Кто-то говорит 120 лет. Это показание следующее, что Сим был зачат Новым после начала строительства Ковчега, то есть слова Бога к Новому были сказаны тогда, ты избран и праведен перед Амином в роде своем, когда он был девственником и не знал жены. То есть Бог хотел от Ной сделать нового Адама и соответственно сделать новую жену. Но Ной взял жену. Причем жена из Каенитов, то есть чернокожая. Первый рожденный сын от брата чернокожей жены и белокожего мужа Ной это рождение краснокожего сына, то есть символ краснокожий. Мы можем оспаривать этот момент, если мы не знали, что Ханф Иуда Севейского означает черный. То есть от черной жены рожден черный сын. Собственно говоря, так мы узнаем, что же сна была черная. Потому что от белокожей жены никак не может родить чернокожей. То есть смотрите, что получается. Когда мы говорим про Авраама, есть изображение Авраама, что Авраам черного черного кожа. Вот смотрите, какие доводы за то, что Син, получив благословение первопородного, благословенный бог Силов, получил благословение на что? В результате чего он получил благословение и каков его бог? В тихо дытия мы узнаем следующее. Он проспался от вина и узнал, что сделан над ним младший сын Хам. Но мы то знаем, что младший отец. Но по отношению к Хаму Хам младший? Он младший по отношению к Симу. Тем более на земле остались только восемь душ. Трое четверо мужей и четверо жен. Таким образом, сам Сим предал нему Хама за право первородства. Тем более, что он был обличен богом в зачатке ребенка, когда бог отступил от ковчега, то есть когда они должны были находиться на ковчеге в разделении. И бог сказал войдешь ты мою, сыновья твои, потом жена твоя, и жены сынов твоих. То есть они должны были находиться в посте, в чистоте раздельно. Почему изряды были на борт каждой твоей попали чистой, то есть нерождающей детей до этого? Что пример они имели воздержание. И вот смотрите, что получается. Сим обличенный богом, для того чтобы получить первородство, благословение первородства и стать хозяином на все умытые от греха земле, он подговаривает хама, чтобы он зашел, ну что ну как сын зайдет в шапер к отцу, если тот его не звал. Хам заходит в шапер ругается на отца. Потом Сим придает хама мою и получает благословение первородства. То есть смотрите, что получается? Сим сам направил хама к отцу пьяному в шапер, потом сам же его предал морю для того чтобы получить благословение. То есть Сим получается лжец и обманщик и предатель. А кто есть бог, простите, лжецов и предателей? Лукавый. Тем более, что Сим был бы благословенный, если бы не выполнил благословение не взял бы в рабы себе собственного племянника Ханаама. Нет, он взял и ушел. Почему я так говорю? Первое воспоминание из жизни семитов, то есть евреев, мы имеем в Евангелии, когда они распяли Христа и положили его в огробе, то есть в скале, в этом году в скале. Смотрите, какая возникает связь. Сим коронит своего первого мертворожденного Елана. Елан притвор, то есть он был рожден мертвым. Именно поэтому поток закончился в опытехе, Елан зачатый за три месяца до конца потока и плюс шесть месяцев. Апрель, мае, июнь, июнь, август, сентябрь. Это получается как раз, простите, шесть месяцев деятельности суберидности. То есть мы празднуем индикт нововлетия церковное именно в тот момент, когда он принес жертву Богу, кровавую жертву Богу в умилостивление за то, что они обличены были во грехе. В частности, Сим. Вы хорошо слышите меня? Да. Понимаете, да, то есть помимо просто знания текста существует еще наполнение текста разумным сознанием, то, что соответствует здравому смыслу. Вот я не в благословении, я читаю тексты, я пишу текст. Потом сопоставляю то, что написано с тем, что сказано. Проверяю предыдущий текст и смотрю на следующий текст. Это открывает то, что на самом деле происходило. Согласно святого писания. Не то, что в моем дне, не то, что, простите, сказано, другими богословами, святителями и так далее. Потому что я пришел к выводу, что как бы все богословы, а сами апостолы были иудеями, то есть первые апостолы, они хвалили народ израилья. Соответственно, все последующие, кто проповедовал спасителя пришедшего платья Иисуса Христа, Сына Божия, они придерживались тех толкований, которые были даны самими апостолами. То есть хвалили народ израилья. А мы знаем, когда хвалится платье вместо творца, это от лукава. То есть смотрите, что получается. Когда лукавы дала мое имя славно, а мы знаем, что понятие Люцифер святозарный, как сказано на нем сияло слава Отца Небесного. То есть момент какой, что он не мог сказать истины своего имени. Он заваловировал и сказал «Ты мое имя славно». И деду растущий, грядущий и так далее. То есть он сказал «Ложь подменяя с тебя, представляю в виде Бога истинного». Потом смотрите, если Бог Всевышний слава Ему, если Он истинна, любовь, а у меня нет в этом никаких сомнений. Он никогда не будет наказывать, он никогда не будет извергать или проклинать народы. Тем более, что народ Израиля уничтожил семь народов в земле Ханаанской. Какой же это Бог? Это именно лукавы. Поэтому слово Вольегово, да, это и не лукавово. Что вы можете сказать на эти доводы? Вам ответ нужен? Вы знаете, мне важно ваше отношение к тому, что я сказал, потому что я ищу диалога. Пожалуйста, вы возьмите ручку и запишите, что я скажу, местописание. Николай Николаевич, я читаю Священное Писание, синодальный перевод, 1876 года. Отходя в Македонию, отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание. Это они для чего, для чего это пишет-то? Для чего? Назидание в вере. Цель же увещанец в любовь от чистого сердца и добрая совесть нелицемерной веры. Вот я пока отвечу на ваши вопросы. А при чем тут Ханаан и прочее? Епископ Виссарион, вы можете немножко помещать себе, чтобы потом проверить это дело, он просто говорит, подтверждая слова Иоанна Златоуста, четвертый тон полного творения. Ханаан он ребенок и ребенок находится под опекой отца. Он первый его увидел, что он разделся и пришел, сказал отцу и насмеялся. Вместо того, чтобы поставить сына на место, Хам раскрыл это все. Почему слово Хам стало нарицательным? Так что Ханаан прямо повинен. Не просто так, а повинен. И вот цель увещания, если мы понимаем, для чего это, для спасения, чтобы не служили, мы не занимались баснями и родословиями бесконечными. Так как вы толкуете, святые отцы нигде не толкуют, вообще этого нет. Если я православный, мне 6-й Вселенский Собор, 19-е правило запрещает толковать и говорить вопреки тому, что сказали святые отцы. Вопреки я знаю толкование святых отцов, что ни в шестодневе, нигде Василий Великий не разбирает этого. И мне зачем же туда лезть? Когда прямо он говорит, что я увещевать некоторых заставил тебя, чтобы не учили иному, а это иное, что вы учите, и не заниматься баснями, это басни, Иоанн Златоус называет бредни пьяных старух, то, что вы говорите, бредни пьяных старух, и родословиями бесконечными, которые, что, я, допустим, пойду за вами, скажу, все, с сегодняшнего дня по боку все мои знания буду делать так, как вы. Но это произвое только споры, и никакого назидания в вере нет. У нас два вопроса, рожден ли ты свыше и находишься ли под водительством Духа Святого? Два вопроса, которые будут явлены на суде Божьем. Когда Иоанна Златоуса спросили о храмах, что делать, помогать нищим или храмы украшать, он говорит, делайте то, что будет спрошено на страшном суде. О родословных меня Бог не спросит. И когда вы перечислили 13 главу, первое послание к Коринфянам, любовь верит, назидает, это речь идет о свойстве, не о Боге. Это не о Боге. Это о любви, которой люди движутся, должны быть. Она имеет такие свойства. Вот ошибка где? И теперь, они, когда вышли из Копчега, то мы говорим, так кто-то, Сим, вы там, черная жена, белая, ни на чем не основанные слова-то. Сим, это благословение, он идет в родословной по Евангелию от Луки, родословная Христа. А Яофете, вы даже не упоминаете, А Яофет распространится, это белолиция, и поселится в шатрах Сима, то есть придут к вере во Христа, к еврейскому Богу. Бог Яхва, Иегова, и мы молимся, Отче наш, сущий на небесах. Слово Ягова в переводе, в переводе, вот как Иегова, восемь раз встречается в Библии. Восемь раз. И Бог имеет около пятисот имен, пятьсот примерно, которые в Библии встречаются. Но когда его спросил Моисей, как тебе имя, он ответил, Иегова. И когда вторично спрашивает, дальше пойдет опять, Иегова. Даже не назвался Саваофом. Почему? Чтобы мы его ощущали всюду и везде. То, что вы говорили, перечисляли, это не запомнить, не проверить, никак нельзя. Может быть, вы ищете себе последователей, но куда идти-то? Вопрос ставить так только нужно. Исповедуюсь ли я, если я православный, и причащаюсь ли? Если этого нет, то там дьявол правит бал. Поэтому Священное Писание, переведенное у нас на русский язык, переводили четыре духовные академии, не по словарям. Они владели еврейским древним языком, как своим, и арамейским, и греческим. Как Хвальсон, Давид Аврамович, природный еврей, доктор филологический, закончивший лепсистый университет, доктор, богословие. Павский, Герасим Петрович, воспитатель царских детей, в псалтыре его перевод. Евангелие от Матфея, это его перевод. Ну, в 10 томе, открытым оком, это у меня книги, которые вышли, там все это с биографиями дается. Куда идти? Заниматься родословными, от которых происходят споры. Зачем? Это еще никакого назидания в вере не дает. Никакого. Я буду день и ночь учить, и не запомню, и мне это не надо. Мне нужно знать, что Дух Святой меня побудил признать себя грешником. Да. Я в прахе и пепле. Дух Святой дал мне понять, что за меня умер Христос. Умер Христос. Еврей по плоти. Да. Я благодарен Богу? Да. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Криминум 8.9. Вот на этом все. Наше исследование заключается в чем? Не имена исследовать. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Господь говорит, Христос, исследуйте Священное Писание. Ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Не родословные. Это не надо. Вы думаете, почему, запятая. Ибо оно, Писание, они, Писание, свидетельствуют о мне. О Христе. Предсказания. 18-15 Таразакония. Другие места. Семя жены будет поражать в голову. Это все идет о Христе. Каждый Агнец, Ягненок, Волк, приносимый в жертву, указывал на жертву Христа, на Голгофского страдальца. Вот это нам надо знать. А все остальное это дым. Это никому не надо. Совершенно. И поэтому я могу только сказать, что Бог призывает нас покайтесь и веруйте в Евангелие. В этом все. В Евангелие. А кто кому, какая жена первая, вторая, третья, вы не подтвердите священным писанием ни одного слова. Потоп был в 1656 году. Мне это надо знать. Мне. Я проповедник, миссионер. Но прошло всего 721 год от потопа. Уже Вавилонская башня. Уже разделение языков. И Иофет, Иофет, а мы от Иофета, русские люди, мы поселимся в шатрах Симовых. Сим, антисемитизм, антиеврейство. Если есть нерасположение к евреям, это родноверы такие и есть, ну, язычники современные, то тогда, естественно, надо говорить на Бога Израилева, открывшийся с именем Иегова Яхва. Правильно, как Феофан Затворник говорит. Тогда надо прямо туда уже и плевать. А кто кому, какая же на первой, второй, третий, вы не подтвердите священным писанием ни одного слова. Потоп был в 1656 году. Мне это надо знать. Мне, я проповедник, миссионер. Но прошло всего 721 год от потопа. Уже Вавилонская башня. Уже разделение языков. И Иофет, Иофет, а мы от Иофета, русские люди, мы поселимся в шатрах Симовых. Сим, антисемитизм, антиеврейство. Если есть нерасположение к евреям, это родноверы такие есть, ну, язычники современные, то тогда, естественно, надо говорить на Бога Израилева, открывшийся с именем Иегова, Яхва, Яхва, правильно, как Феофан Затворник говорит, тогда надо прямо туда уже и плевать. Брат Игнатий, у меня к вам вопрос. Иисус, Иисус, и вам ведь говорит Иудея, ваш Бог герой, и вы исполняете похоть отца вашего. Это, как вы считаете? Я считаю, по делам. По делам Господь говорит. Потому что я сказал правду, и вы ненавидите меня, он поясняет. Ваш Бог не у евреев только, у всех. Тех, которые бомбят Донбасс, тех, которые в Донбассе подняли самоотделение, которые Сирию бомбят, все террористы, это от сатаны. Вот что. Вы говорите, Господь сказал им по делам. Нет, не только по делам, а по всеми людей. И Он сказал, я пришел спасти миска и подвигших. Я пришел спасти народа Израиля. По делам, я повторю еще раз. Давайте посмотрим. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Но перед этим Господь говорит с ними, знаю, что вы семя Авраамова. Христос не сказал, что они какие-то другие. Мы эти слова-то не можем никуда выбросить. 37 стих, 8 главы Евангелия от Иоанна. Знаю, что вы семя Авраамова. Это непреклонно. Авраама, Бог и Егова. И дальше говорит, однако ищите убить меня по делам. Почему? Потому что Слово Мое не вмещается в вас. А это уже поклонение другому Богу. Я говорю то, что видел у Отца моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Сказали ему в ответ, Отец наш Авраам, Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дети Авраама, дела Авраама делали бы. Дела, по делам определяются. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраама этого не делал. Вы делаете дела Отца вашего. На это сказали ему. Мы не от любодения, они рождены. То есть они его подстекли этим. Одного Отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, в данном случае, то вы любили бы меня, потому что я от Бога ишел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, спасал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Вот причина. Отец ваш дьявол. И вы хотите исполнять похоти Отца вашего. По делам. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжится. Отец лжи. Поэтому то, что вы сказали, что там где-то, это от сатаны как раз остаток Израиля спасется. Апостол Павел Кремлен 11 глава пишет. Он как был Бог Израилев, так и остался. Если желаете. То есть вы не согласны с моим размышлением о том, что Едер это истинный право. Бог святый и истинный, а вам да запретит Господь это говорить. Израиль это 7 стих 11 главы Кремлен чего искал того не получил, а избранное же получили, а прочие ожесточились. В одном народе в Израильском одному Богу молятся, но дела разные и меняется человек. Как написано, Бог дал им дух усыпления, Бог дал, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапезой с сетью, тянетами и петлею возмездия им, то есть за что за дела, да помращаться глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет, сагбен навсегда. Неужели не притнули спрашивая навсегда совсем пасть? Никак, никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Вот какая причина. Если же падение их евреев богатства миру и оскудение богатства язычники, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти не спасу ли некоторых из них и об отвержении их примирение мира, то что же будет принятие их как нежизнь из мертвых? Когда бог их примет в конце мировой истории весь мир вздрогнет, какая святость будет явлена. Если начаток свят, то и целая, и если корень свят, то и ветви. Это речь идет об евреях. Хорошо, спасибо. А как относительно слов? Бог не искушается злым, никого не искушает. относительно того, что дано высыпление для глаз, и они не слышат и не видят. Вот ответ. Вот и бог то есть это он сделал так для них, что они не понимают искушают. Искушение двух родов говорит Иоанн Влатоус и Блаженный Феофилакт. От бога только два искушения. Два испытания. Это болезнь и гонение. Все. Повторите про себя, чтобы потом не повторять болезнь и гонение. Все остальное идет от лукавого. Вот теперь разделяйте от кого они. даже болезни и даже гонения не могут быть от бога которые любят. Люди не понимают себя. Попускай. Да, попускай. Я вам сейчас открою одно место. Люди не хотят даже слышать это. Бог добрый Бог никого не наказывает. Это говорят священники. Это они не знают о чем говорить. Мы читаем 15 главу Иеремии 6 стих. Ты оставил меня говорит Господь. отступил назад потому то есть поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя точка. Я устал миловать. Книга пророка Иеремии 15 глава 6 стих. Считаю снова. Ты оставил меня с большой буквы говорит Господь. То есть говорит Иегова в оригинале. Отступил назад поэтому я простру на тебя руку мою погублю тебя я устал миловать. Это Бог говорит. Потоп обновил Бог которому имя любовь говорит Иоанн Златоус. При башне разделения сделал Бог которому имя Иегова. Содом и Гамор разгорели это сделал Бог вместе с младенцами сжег. дофан дофан Аверона Корея живьем ват отправил Бог имя ему любовь. Это говорит святой Иоанн Златоус. Следуя за вами я должен отвергнуть писание святых отцов и каноны. Зачем нам это? Я утверждаю его. Нет вот смотрите что получается давайте коснемся Великого Потопа. Вы утверждаете что Бог убил людей в потоке да? Бог говорит Я наведу Я Вам не надо нам не надо пересчитывать переводы какие-то дел Я Вот смотрите Бытие 22 2.14 И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире посему ныне говорится на горе Иегову смотрится что это? От кого? Дальше Исход 3.14 Бог сказал Моисею Я есм сущий и сказал так сказал скажите нам Израиль сущий Иегова послал меня к вам 33.19 И сказал Господь Я проведу перед тобой всю славу мою и прозошу имя Иегова перед тобою и кого помиловать помилую кого пожалеть пожалею это Бог Иегова говорит наш Бог Иегов Ну послушайте Я вам благодарен за приведенные цитаты спасибо большое Вот смотрите я читаю то самое бытие касающе строчек потока там есть такие слова пожале В результате такого Слова Божьего умерли все естественные смерти, кому было больше 120 лет и кому ими исполнилось 120 лет. С этим согласны? Николай Николаевич, давайте по частям. А то вы много сказали, я на это никак не отвечу. Вы говорили 15,5 минут впереди. Так вот, Иоанн Златоуст говорит, в чем любовь? То, что самая легкая смерть на земле это в воде. Поперкнулся и помер. Это Бог сделал такую легкую смерть, самая тяжелая от голода. И спорить не приходится, это любой вам расскажет. Вот и все. Я пытаюсь вам рассказать о том, что Бог в потопе никого не потопил, что все умерли естественной смертью. Именно Бог-любовь. Бог-любовь. И поэтому смерть на земле царствует сегодня по любви Божией. Иначе мы бы гнили, лежали еще по 200 лет на земле. Это говорит Иоанн Златоуст. 12 томов. Я его хорошо знаю, я насчитывал, составил симфонию на него. Это действительно так. Ну, давайте, знаете, послушайте, я вам насчет потока расскажу, а то получше не полное место. Значит, согласно, я вам говорю, что в это 120 лет их будут. Умерли все кому 120 лет, и все кому скажут 120 лет. Свои естественные смертью. Далее, Господь говорит, всякая платья извратила путь свой. Какой будет путь? Благословение, отновите, сорвновайтесь, заселяйте землю. То есть все перестали рождаться. А вы почему, минутку, Николай Николаевич, по счастям я попросил бы. Там 120, а тут 100. И Иоанн Златоуст говорит так. Так как покаяния не было, Бог 20 лет убрал. Убрал. Бог послал. Мы сейчас говорим о потопе. Я о потопе и говорю. К потопу. Потоп на 20 лет раньше наступил, как Бог предсказал. Он отнял эти 20 лет, потому что покаяния нет и не зачем им жить. Отправил в плен на 70 лет, а пробыли 72, потому что истинного покаяния Бог ждал. Ян Златоуст. Вы? Ну, нет. Хорошо. Вот смотрите, и карчек строился. Не менее 100 лет. То есть в результате на земле осталось только 8-10 человек и животных, каждые твари по паре. Не каждый. Чистых по 7 пар. Чистых, у которых копыта раздвоенной жвачкой, те по 7. Потому что он приносил их в жертву, когда вышел, а остальные расплаждались. По 7. Радость моя. Вы говорите слова, не вдаваясь, простите, в разумный смысл того, что написано. Господь сказал, что это, видите, для жизни, для достижения, земли земли. И когда Ной принял жертву, это жертва дьяволу. Товала жертва. Жертва? А принял, потому что был обречен Нойхей женой своей, Ной. Он был женой своей. И как Адам пал через жену, так Ной пал через жену свою. А этого нигде не написано. Это выдумка. Этого нет, Николай Николаевич. Что Ной пал через жену. Этого нигде в Библии нету. Это выдумка. Покажите, где Ной пал через жену. Покажите местописание, назовите. Проблема нет, читайте текстом. Нет, это, нет, это. Знаете, я... Войдешь, как... Брат и Пятнадьки, послушайте. Там все равно следствие. Войдешь, как человек, пить и сыновья твои, и жена твоя, и жена сынов твоих. Есть такое? Да. Так, а когда кончился поток, что Бог говорит, ну, выйдет, ты и жена твоя, обречай его в грехе. Да нет этого, нету. Нет этого, что обречай его в грехе, это Ваша слава. Вы Библию переделываете. Зачем ее курортить, Библию-то? Вы не понимаете простую вещь. Я вам приведу сейчас цитаты из Святого Писания. Задь не меняется, как он сказал вначале, так и позже. А когда проводит убийство Ной, а своей куплением с женой, он, обречая Ной, говорит, ну, и жена твоя. А Ной что делает? Он выходит, выводится на ней своих, и только потом говорит, жену свои и жену свои. То есть стараясь скрыть свое собственное дело, что он будет женой, как человек. Нет этого скрыть грех. Это вы уже утвердились в этой лжи, повторяйте многократно. Оно на пользу вам не послужит. Знания твои, мудрость твоя, сбили тебя с пути. Повторяйте эту фразу. Вам это не надо. Вам нужно смирянно склониться, если вы православный. Я даже не знаю, вы православный или нет. Вы себя как? Процелуй. Вы православный, нет? Братик, я православный, слава Богу. Ну, тогда вопрос легко решается. Входите в русло православного толкования. Не надо этой хитро-мудрой. Ничего не надо этого. Вы поймите, толкование Святого Писания сначала берется в дословное понимание, согласно с разным смыслом, которое берет основание духовной нравственности. Основание нравственности при дословном толковании. А на основе православных строится, простите, пророческое толкование. Я повторяю. Четвертый том Иоанна Златоуста. 900 страниц. Толкование книги «Бытие». Мне зачем через это перешагивать? Зачем? Кто я такой? Иоанн Златоуст самый плодовитый и святой отец за 2000 лет. Общепризнанный у католиков, у православных и у протестантов. Зачем мне вот это вот куролесине куда-то идти? Мой пал через жену. Иоанн Златоуст толкует так. Как пал Адам через жену Еву, так и восстали через жену Богородицу. Вы правите Иоанна Богослова. Скажем следующее. И не приличие погибели, которые не откроются отступления. Отступления от чего? От кого? От Христа, от Спасителя. То есть, Ир, в принципе, отступление от единого Бога. Что все народы, все миры, все религии отступили от Бога. Он говорит о приходе антихристах, а подоколе не откроется. Да, совершенно верно. То есть, если мы принимаем это последнее пророчество, то все приведенные вами примеры о том, что Иоанн заполнил страх, и так далее, и так далее, то это возникает большое сомнение, что они находятся в заблуждении. Кто в заблуждении находится? Златоуст? Это Талава Святое Писание. Так, вы сейчас какое место считаете? Назовите его. Место Писания назовите, которое вы цитировали, пожалуйста. Не считаю. Я думаю, второе Кресталликистом 2-3. Послание последнее пророчество Иоанна Богослова. Апокалипсис. Ну, какой Иоанна Богослова? У него три послания. В каком послании, какой стих? Откровение. Книга Откровения. Книга Откровения, он говорит. Вы, наверное, Откровение говорите? Так я говорю, Апокалипсис. Ну, давайте, глава стих называйте. И не придется всем покинем, покуда не откроется отступление. Нет этого. Этого нет. У Иоанна Богослова этих слов нет. Вы опять просто говорите от ума своего. Нет этого нигде написано. Передо мной Библия лежит. Апостол Павел во втором послании к Писану Якинцам 2-3 говорит. Да не обольстит вас никто, никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. И не откроется человек греха сын погибели. То есть об Антихристе. Это Павел во втором послании. У Иоанна этого нет. Правильно, правильно. Это откроется отступление. О чем речь придет? Отступление от истины, от веры во Христа, что Дух Святой открывает. Полное отступление. Люди будут бродить, родословными заниматься. Это как раз зараза, червоточина, сегодня многих гложет. Они занимаются не этим. Надо жить в любви, во Христе идти и благовествовать. Нести истину. Истину во Христе. Народы мира не знают этого. Нести мусульманам, буддистам, евреям. Антихрист будет из рода израильского, из колена данного. Еврей. Над всем миром 3,5 года. Он найдет много вер. Вер много найдет. Он имеет в виду, найдет истинную веру в себя. Во Христа. Вот это здесь и имеется в виду. Да, именно это. Это 2 Фессалоникийстам, 2 глава, 3 стих. У Яна, Богослова, этого нету. Еще раз повторю. Вы не подготовились. Видите, Николай Николаевич, вы совершенно не подготовились к беседе. Говорите в словах, которые не библейские. Предложения не библейские. Обвинения не библейские. То есть, ну, зачем время терять-то? Я не знаю. О том, что я никого не стараюсь обвинять. Как обвиняйте? Я не знаю, что вы нашли. Если вы, послушайте, если вы говорите, что Ной пал через жену, вы обвиняйте. Обвиняйте не меня, не Моисея, а Дух Святой, который этого не говорит. Священное Писание говорит, не прибавляй к словам его. Притча Соломона, вот вы не записываете, я отойду и вы забудете. Ну, черкните себе, притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Вам не трудно было бы сделать? Я не знаю, почему вы не хотите записать-то. Запишите. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Вот. Слушайте внимательно. Всякое слово Бога чисто. Всякое. Он щит для уповающих на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он, Бог с большой буквы, не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. В данном случае Писание вас называет лжецом. Обвиняет. Вы многое прибавили. А лжецов пусть учат. Откровение 21-27. В озере Огненном. Зачем вам такую беду наживать? Вы столько наговорили, там собирали. Не надо этого, Николай Николаевич. Нужно смирение принять написанное в Священном Писании. Вы договорились до того, что уже Бога называете дьяволом. Безумие полное. Нет, не Бога, а и Едового дьявола. Надо быть точным. Ну, в общем, я вам сказал. Кто спорит, спорит, тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвращает истину. Симон, я делаю вовольствую, что вы не принимаете мое размещение, которое из того, что Едового это устало. Это не ваше размышление. Это извечный враг рода человеческого дьявола заставляет вашим языком изрекать вот это богохульство. Это нельзя делать. Галатам, послушайте. Галатам. Галатам. 9-10 стих. 1-й главы. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовестует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Кому угождать стараюсь? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Тогда люди такие же были. Но если бы даже ангел с неба стал благовествовать не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Зачем мне под анафему лезть это? Вы совершенно не то благовествуете. Какие это... Кому вы это можете доказать? Ни одно слово ваше недоказуемое. Не надо, Николай Николаевич. Я Христом Богом прошу, сожгите всю эту лживую мудрость свою. Пойдите на исповедь священнику, раскайтесь, и у вас будет другая святая жизнь, и мы с вами найдем общий язык. Вы на наш видеоканал зайдите, на наш сайт, на наш форум. Там океан сведений, материалов. Океан. Не просто... 50 книг там моим голосом начитаны. Вы будете отдыхать. Слушать жития святых, Иоанна Златоуста, Библию. Зачем вам себя губить? Вам сколько лет уже? Шестой десяток. А мне восьмой, 76-й год идет. Пойдем дальше. Так, минутку. Говори. Говори. Но... Но... С кем разговаривал? Говори. Фессун, да? И что? Да? Да вы что? Это епископ Сергий так сказал там? Это епископ Сергий Алтайский, приехав от нас, такие слова говорил? Ага. Ну, приятный... Батюшка, отец Аким, приятные известия сообщаешь. Мы по скайпу разговариваем сейчас. Сергей Козлов ждет вас. Когда вы езжаете из Барнаула? Завтра вечером батюшка выезжает наш к отцу Сергею, этому, к Сергею Козлову. Да, да. Не торопитесь только, постарайтесь все заснять. Это память будет нам. Спаси Христос. Столбы тут уже все поставили теперь. Все. С Богом. Иборка идет, уборка идет. Витя один работает на комбайне. А Игорь второй комбайн ремонтирует, что-то там новые цепи ставит. Овес убирает сейчас. Ну да, ладно, с Богом, да? Отошел. Значит, отец Аким сейчас позвонил. Подожди-ка маленько, я сверну. Вот рассказывает, интересно, значит, батюшка, отец Аким сейчас позвонил. Это он кто является? Ну, как у председателя, или кто? Косекизаторского отдела. Отец Сергий Фессун в Барнаульской епархии. Московский патриархат. Вернулся, говорит, а владыка Сергий, ой, какой, говорит он, да в таком восхищении, и говорит, вот я был по Теряевке, вот огнем горят-то, а вы что? Ну, даже если где-то они там заблуждаются, не сказал, заблуждаются, да Бог простит за эту ревность, как они для Бога стараются, а вы-то, дескать, вот и все. Мы не знаем, что будет завтра. Он был здесь, вот, совсем недавно, 16 сентября, и мы побыли вместе. Мы ему все сказали, мы ничего не сокрыли, потом отдельно беседовали, ходили, это второй епископ, который у нас был оттуда, был до этого Максим, ну, там посложнее обстановка была. Так что, Николай Николаевич, я вам советую оставить эти мудрования об Евговии и прочее, попросить прощения у Бога и на исповеди, и быть православным. Господь, у вас вид христианский, какой приятно смотреть. И вот, относительно святых отцов мы все не стоя истолкованы. Ну, повтори, что он сказал. Все. Что у нас есть священное писание, что-то относительно святых отцов. Повторите еще раз, пожалуйста. Да, во святом писании истолкованы. Только выборчные места. Священное писание, практически все истолковано. Из Игабена это полностью, я вам называю просто, пятый том, это вершина христианского толкования, вершина Иоанна Златоуста, псалтырь. Да, не все псалмы, кое-какие упущенные толкования, которые потеряли, потеряли. а так все истолковано. Я отвечаю, ну, простите, ради Бога, вы говорите все истолкованно. Да. Я вам называю, пожалуйста, бытие, относительно потопа, относительно всех остальных событий. Именно бытие. Я отвечаю, четвертый том Иоанна Златоуста. Я в третий раз отвечаю. Это полностью все истолковано, четвертый том святого Иоанна Златоуста. Полное творение. Что? Хорошо, миленький, хорошо. Я вам приведу пример, где есть свидетельство Святого Писания о том, что Христос воскрес в пятницу на субботу. Что? Что Христос воскрес в пятницу на субботу. Есть свидетельство. Он воскрес в первый день. В первый день, рано утром написано. Рано утром его стяжены встретили. Зачем это мудрование? Весь мир знает, что он воскрес в третий день. В третий день. Брат и гняти, послушай. Весьма рано в первый день недели. Весьма рано это ночь. Да. Правильно? Да. Ночь. Жены подошли к огромным веткам и аквалерным, и ангелам, которые говорили тем, что вы ищете живого среди метров, его нет здесь. Но вспоминайте, как он вам сказал, что предваряет вас в Галереи. Да. То есть Господь их предварял в субботу днем. В субботу он был в преисподней. В преисподней и там проповедовал. Это все святые отцы и священноописания. Воскрес в третий день. Распят в пятницу. Его распяли в пятницу. Чистый четверг почему? Умыл ноги. Он даже сегодня называется Чистый четверг. Так, погодите, погодите. Погодите. Я же вам, я же вам говорю Святой Писание. Я же не говорю своей головой. Вы своей головой берете о тете Фросе. О тете Фросе. А вы знаете, что воскресенье появилось название дня и от такого появилось только в четвертом веке императором Константином. Он еще нескольким государственным эдиктом, а первые христиане уже первый день недели отмечали вместо субботы. Хорошо, тогда вам вопрос. В какой день он на грех отдал, если он будет субботен в пятый день, а потом, простите, суббота. Слово день. Святые отцы нигде не толкуют, что это 24 часа. Один день как тысяча лет. Это могут быть геологические эпохи. Да, здесь не нужно негатив геологические эпохи. В какой день он пал в огрех или в какую ночь, если будет субботен в пятницу. А какая связь между тем, что в какой день и в какой воскресенье? Зачем подгонять под этот? Это совершенно разное. Нигде Писание их не сводит, эти места. Когда Адам был заварен. Это конечно, это такое интересно. Если он в пятницу слушайте внимательно. Если он заварен в пятницу, то он не даже на пас в грех в субботу. Вы это понимаете? Да не надо вам это мудрить. Зачем вы это делаете? У вас везде оказывается что... Ну хорошо, слушайте. Теперь слушайте внимательно. 15 глава с первого стиха. не записывайте. Вам будет трудно потом восстановить беседу. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились. Вы его приняли, утвердились в нем? Тогда слушайте дальше. Которым и спасаетесь. Не тем, что вы говорите, а которое я проповедовал. А иначе анафема вам по полной катушке. И спасаетесь, если преподанное это нераскаянный грех. Это блудодейство ума. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И что он погребен был. И что воскрес в третий день по Писанию. Но еще теперь будем спорить. Это основание всего третий день. И Господь говорит, вам не дастся другого знамения, кроме знамения Иоанна пророка. Как Иоанна был вообще весь земли три дня, так и Сын человеческий. Брат Игнатий, вы привели цитату, я вам благодарен, но там сказано третий день, но не сказано воскресенье. Еще говорю, внимательно давайте слушать. Не сказано или сказано. Давайте будем считать, как написано. Я вам сейчас считаю, ну, Матфея. Евангелие от Матфея, 28 глава. По прошествии же субботы, то есть она прошла, на рассвете первого дня недели пришла Магдария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение и так дальше. Когда они пришли после окончания субботы, субботы, читаем Евангелие от Луки, 24 глава. В первый же день недели второй евангелист говорит, а суббота седьмой день. Дорог Игнатий, вы читаете Евангелие до конца, что там было сказано. Они пришли и нету Христова Гроби? Нету. Апостол Павел говорит, он воскрес, воскрес. Не то, что не было, а прямо в третий день воскрес. А распят был в пятницу. В пятницу распятый-то. У евреев день начинается по-нашему с шести вечера. И он когда с учениками был, его взяли уже в пятницу. Его допросили и распяли. И по-нашему в три часа дня он уже умер. И наступала написано суббота. Наступала суббота. В какой день распятый? На кресте он был. Скажите ошибку, потому что предали Христа в среду. Предали в среду, а распят в пятницу. Церковь постится как раз в первый день недели очень рано, имея приготовленные ароматы. И дальше не нашли тело. Все говорят об этом. Марка 15 42. И как уже настал вечер, потому что была пятница. То есть день перед субботой. Что тут толковать-то? Пятница, день перед субботой. Что нам не по мозгам это? Считаем Лук 23 54. Вы не записывайте, вам это не надо, я вижу. День тот был пятница, и наступала суббота. Ну какие еще доказательства-то? Ну что тут с ума сходить-то? Был пятница, а я буду говорить, был четверг. День был пятница, 54 стих. Наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие к Иисусу смотрели гроб. Его полагали, тело его, конец, конец, наступала суббота, им нельзя было двигаться. То есть в пятницу распяли, на третий день воскрес, мы сейчас два места писали-то. Но тут еще, я не знаю, что в пятницу абсолютно определенное, что на третий день писание говорит об этом. Это уже, я не знаю, это предание ума своего на поправе на сатане. Конечно, тогда Его будет выглядеть другим. Я не знаю, вы не знаете с написанием нельзя, Николай Николаевич. Подождите, дайте мы не кузнечики прыгать. Я спрашиваю вас, и как настал вечер, потому что было пятница, перед субботой. Распяли в пятницу или в субботу? Распяли в четверг. Распяли в пятницу или в субботу? В четверг. Читаю. Как уже наступал вечер, потому что была пятница, а вы четверг. Дальше разговор окончен просто. Вы неверующие. Я даю прямой совет. Сейчас же, как только закончим разговор, склониться на колени и попросить у Бога прощения за богохульство на Его имя. И потом пойти на исповедь сразу же, завтра. И Господь просветит мозги. Взять какую-то эти репетимью за эти хульные слова. Священник пусть накажет вас. Я вам благодарен. Спасибо большое. Аллилуйя. Смотрите мне вся, что получается. В одном моменте вы соглашаетесь со Святым Писанием, в другом месте говорите, что это не касается всех людей, касается только народа Израиля, потом говорите, что касается только народа Израиля, и всех людей не касается и так далее. То есть вы подстраиваете Святые Писания по тому, как вам проще понимать. Так, как понимают святые отцы. Браты, родители, ради Бога, давайте тебе очередь. Я вам говорю из того, что как Батюшка Серфим сказал, что хоть один раз в жизни со вниманием и чанием прочитает Святые Писания, тот будет спасен. Вот как я читаю Святые Писания. Я вам все сказал, у меня больше сказать нечего. Я бисер метать перед вами не буду. сказал и все, один раз. Я обязан засвидетельствовать, а дальше меня Писание предупреждает, чтобы я не бросал жемчуг, ибо они обратятся и будут вас пожрать. Разные взгляды вообще, как говорится, на Писание и на все остальное, я думаю, тут уже больше не о чем говорить. Да не о чем говорить, а зачем? Я доказывать ничего не доказываю, я прочитал Писание, вы уже обвиняете, одно место я беру, другое подстраиваю, я ничего не подстраиваю, и никогда ни один директивно же мне этого не говорит. Я четко показываю местописание, назвал больше 20 мест, вы ни одного, мы не на равных идем. Что делать? Конечно не на равных. Так, вопросы еще какие у вас? Вопросы какие? Этот вопрос законченный. Я ответил. Дальше. Как я читаю Святой Писание. Вот Дальше Серфин сказал с тщанием и с вниманием. Вот для того, чтобы быть внимательным я читаю текст и тут же его пишут руки. Дословно, до каждой заготовой, до каждого двоя точи или так далее. Я неищу ответа. А потом, если у меня возникает вопрос, я его записываю. А потом, когда читают дальше следующее Святой Писание, я получаю ответ. Вот и все. И простите, когда говорят на Бога, что Он несовершенный, я с этим не могу согласиться. Когда на Бога, которые говорят, что Он наказывает, что Он искушает и так далее, я не соглашаюсь с этим. Почему? Так, вопросы у вас какие? Ко мне вопросы? Давайте. Этот вопрос закрытый уже. Все, он к тем не возвращается. Я один раз возвещаю и отхожу. У меня даже времени на это нет. Я возвестил места Писания, что четко в пятницу распятые. Вы это не верите. Я не могу вам вложить. У вас другая прописка. Одни прописаны на небе, другие в аду. Вы сами решите, где вы. Зачем вам это нужно? Я предупредил вас. У нас другая прописка. Ну, хорошо. Давайте приветствуем. Я вам спасибо большое. Я очень благодарен вам. Всего хорошего. До свидания. С Богом. С Богом.